Положение сталинского постановления на десятилетия перекрыли пути объективного и всестороннего изучения истории тюркоязычных народов России. А уникальное наследие депаркированных народов на Кавказе оказалось бесхозным. После выхода этого постановления в советской исторической науке утвердилась версия об ираноязычии древнего мира скифов, сарматов, алан. Но отнять у народов историческую память невозможно. Рано или поздно из мрака забвения правда выходит на свет. Римский историк Амиан Марцелин, живший в четвертом веке, пишет, Аланы очень подвижны вследствие легкости вооружения и во всем похожи на гунов, но несколько мягче их нравами и образом жизни. Согласно византийскому историку Захарию Митиленскому, Северный Кавказ во второй половине пятого века был заселен гуннскими племенами булгар и аланов, у которых были свои города. В шестом веке Северный Кавказ оказывается частью тюркского каганата, который стал контролировать все важные участки Великого Шелкового Пути. Именно в этот период открываются новые трансконтинентальные торговые маршруты через Северный Кавказ. В 575 году Иран и Византия объединяются против каганата. В этот короткий период партнерства они совместными усилиями строят цех оборонительных сооружений вдоль Большого Кавказского хребта. Общая протяженность оборонительной стены превышала 500 километров. Через каждые 5 километров имелись так называемые железные ворота – крепости. Западная часть стены начиналась от нынешнего Сухума и тянулась до реки Ингури. Восточный отрезок оборонительной стены проходил от крепости Дербент до Дарьяльского перевала. Для обороны этого участка укреплений персидский царь переселялся до людей из других частей своей империи и устраивал военные гарнизоны и колонии. По свидетельству арабских путешественников, именно в тот период на Дарьяле поселились ираноязычные садийцы из Памира, а в Дербенте – таты. Западный отрезок оборонительных укреплений спонсировала Византия. Эту часть важнейшего для своего времени стратегического сооружения со стороны современной Абхазии охраняли предки Абхазо-адыгских племен. Горная оборонительная стена, уходящая от Дербентской крепости далеко на запад в Кавказские горы и до Черного моря, сравнима по значению с Великой Китайской стеной. Обе они были построены против наседавших с севера тюркоязычных племен. Наверное, начиная с раннего бронзового века, Северный Кавказ, в частности, земли Карачаева-Черкесии, где удалось побывать, это земли цивилизаций, древних цивилизаций. И это цивилизационное развитие на высочайшем для каждой эпохи уровень никогда не прерывалось в этих землях. Если бы нашлись люди, которые поставили перед собой задачу рассмотреть каждую речную долину с точки зрения истории ее освоения человеком, начиная от самого Каменного века, то я думаю, что мы поразились бы тому, как самые для нас вроде бы простые, по-нашему говоря, сельские районы, как они окажутся на каждой эпохе привлечены к централизованной и цивилизованной жизни всего общества. У меня сложилось такое впечатление, что ни одного глухого угла из тех мест, которые я посетил, по современным представлениям, просто не было. И связи людей там только, может быть, на неподготовленный взгляд выглядят сложными в горных условиях. В действительности они, наоборот, освоены гораздо лучше, чем во многих равнинных землях. В VI-VII веках основной территорией расселения Алан стали горы и предгорье Центрального Кавказа. К северо-западу от Алан жили булгары, которые также имели свои города. Соседство родственных булгар и Алан не отмечено какими-либо стычками. Цари булгар и Алан, Кубрат и Соросий, установили союзнические отношения с Византией. Они обеспечивали прохождение караванов и взымали с них пошлину, прежде всего шелком. На оживленных торговых магистралях стали появляться новые города. Столица булгарских царей находилась в Бельте-Кубани, на берегу Керченского пролива. Это обеспечивало им контроль над степями Петкавказья и Приазовья. Аланы же контролировали пути к морю через главный Кавказский хребет. Булгары и Аланы по языковым и этническим признакам были очень близки. Союз булгар и Алан способствовал расцвету торговли в обширном регионе. Клухорский перевал занимал главенствующее положение в прохождении караванов через Кавказский хребет. Благодаря шелковому пути берега Тиберды были обжиты и составляли цепь городов и селений. Обширная терраса Талабаши над городом Тибердой. На северной окраине поляны мы обнаружили остатки поселения. К сожалению, тут все оказалось разрушенным настолько, что нам не удалось проследить его планировку. Но, несомненно, даже на такой высоте люди жили, выращивали хлеб и проводили свои языческие праздники полные волшебства. В раннем средневековье одни из самых крупных городов северо-западного Кавказа располагались у берегов рек Амгата и Геляч. Люди жили здесь еще в V веке до н.э., а в VI веке н.э. Геляч стал крупным и богатым поселением. В его подземных каменных гробницах найдены бронзовые и золотые украшения, инкрустированные камнями. У некоторых погребенных были искусственно деформированные черепа. Продолжение следует... В восьмом веке под давлением окрепшего соседа хазарского Каганата церковное строительство в Алании было прервано. Христианство вернулось сюда после падения Хазарии. В X веке под влиянием Византии были построены древнейшие на территории нынешней России христианские храмы. Здесь же, на берегу Теберды, стоит один из них — Сентинский. Сентинского Каганата Этот христианский храм был построен из камней, стоявшего здесь ранее языческого святилища. Во время съемок мы обратили внимание на то, что в стенах поздних пристроек к храму есть камни вторичного использования. В 10 веке Сентинский храм был обновлен, а на месте другого языческого святилища над Кубанью был построен Шаанинский храм. Кроме этих двух памятников христианского зодчества сохранились еще три в Нижнем Архызе. Здесь, в предполагаемой столице Алании, археологам известны 11 церквей, а на всей территории нынешней Карачаево-Черкесии зафиксированы остатки более 20 храмов. Христианство возвращается в Аланию, как я говорил, ко времени распада Хазарского Каганата. Процесс его распада, как известно, был постепенным. После падения Хазарского Каганата Алания становится союзницей Византии. И в конце X и XI веке об этом у нас есть многочисленные свидетельства. Аланские принцессы вписывают, так сказать, в византийскую аристократию и связи между Аланией и Византией в этот период очень хорошо свидетельствованы. Главным носителем византийского христианства была знать. По свидетельствам летописцев, основное население оставалось языческим и, вероятно, почитало бога Таири. По сути, свое и тангрианство изначально было разновидностью единобожия. Главный этический кодекс Алана базировался не только на религиозных ценностях, но в значительной степени и на воинских традициях. А нардский эпос был основой единой государственной идеологии, которая строилась на героике и величии древних нардов. Особенностью Карачаево-Балкарского эпоса является то, что события в нем разворачиваются в реально существующих географических точках. Кроме того, в этом эпосе нарты воюют не столько с внешними врагами, сколько с мифическими силами зла. При этом у некоторых персонажей эпоса наблюдаются пороки общечеловеческие, что роднило их с реально живущими людьми и в то же время побуждало проявлять лучшие свои качества. Возникнув в недрах бронзового века, нартиада была творчески переработана и стала основой мировоззрения людей в Аландском царстве, достоянием племен и народов, входивших в него. А вот, допустим, обращаются друг к другу Аланд. Аланд, значит, вот что одно из сохранившихся названий предков Карачаево-Балкарцев. Значит, независимо от пола и возраста, мы к друг другу обращаемся через слово Аланд – это единственное число, а Алалла, то есть Аланы – это множественное. Именно в X-XI веках сформировались основы мужского и женского костюмов, впоследствии ставших северокавказскими. В целом, в своей основе мужской костюм уже как бы сформировался, ну как, это вернее даже не то, что он сформировался, а основа его сформировалась именно в Аланское время, потому что аланский кафтан, он очень сходен с мужской одеждой и бешметом, и черкесской. Меняется только застежка, то есть если аланский костюм, он запахивается на левую сторону и достаточно глухо, то в современном бешмете и в Черкесске это центральная застежка, такая как у половцев, например. И вообще, как бы в основе северокавказского костюма, конечно, лежит тюркский костюм.